На прецессионной комиссии городского совета, где рассматривались поправки в бюджет следующего года, часть депутатов покинула заседание. Это произошло после того, как контрольно-счетная палата Наринмара не предоставила расчеты по предложению Сергея Свиридова. При нынешнем варианте бюджета на 2016 год размером 775 миллионов рублей, порядка 250, планируется потратить на оплату органов власти. Депутат предложил сократить затраты на содержание муниципальных служащих на 30% или на 68 миллионов рублей. С другим предложением по сокращению расходов на эти цели выступила председатель совета Ольга Старостина. В ее варианте предлагалось сокращение этой строки расходов на 7% или на 16 миллионов рублей. Решено было произвести расчеты в двух вариантах, однако на прецессионном заседании представили только один. В 2016 году бюджет города будет почти в 3,5 раза меньше, чем в текущем. Снизятся и расходы на 3,7 раза. Большое сокращение произойдет из-за передачи полномочий в сфере образования на уровень региона. Но несмотря на отсутствие расходов по образованию, дефицит казны города составит порядка 4 миллионов рублей. Закрыть дыру в бюджете депутаты предлагают за счет сокращения средств на содержание муниципальных служащих. Вариантов по сокращению этой строки расходов поступило два. Председатель совета озвучила предложение по сокращению на 7%. Сокращение по муниципальной программе местное самоуправление на обеспечение функций администрации городской округ Городный Януар на 8 миллионов 221 тысячи 100 рублей. Это вот как раз 7% сокращение затрат по администрации. Далее сокращение по управлению строительства ЖКХ и строительной деятельности на 2 миллиона 351 тысячи рублей. Также 7% сокращение. Далее по управлению финансов 1 миллион 683 тысячи 200 рублей. Далее расходы по Совету городского округа 1 миллион 906 тысяч 100 рублей. По последнему пункту расчет произведен с учетом сокращения командировок, проживания и стоимости проезда. Сократили и затраты на контрольно-счетную палату порядка 600 тысяч рублей. Подробный расчет сокращения по сценарию, предложенным председателем Совета, представлен. А вот второе предложение депутата Горсовета Сергея Свиридова осталось без внимания. Хотя на комиссии в пятницу депутаты решили произвести расчеты по сокращению этой статьи расходов в двух вариантах. 7% оно вообще без каких-то расчетов было сделано. Просто вот так вот. Совершенно верно. А здесь были расчеты представлены. Чтобы каждый орган местного управления определился. Кто-то, возможно, сократит человека. Подождите, но вы на 7% предлагаете без каких-то оснований расчетов. А здесь то, что было решение комиссии, вы ничего не сделали. Оба предложения рассмотрели. С участием всех работников администрации, начальников управления было сказано. Есть ли возможность выполнить поручение, которое было депутатом озвучено Скридовым. Когда посчитали 42 человека, вопрос стали сделать, кто будет выполнять другие поручения. И кем они будут выполняться. Отклонили сразу же. Хотя полномочия города, согласно 95 окружному закону, сокращены и переданы на исполнение в субъект. Сегодня нам говорят о сокращении полномочий, почему только по образованию. Но мы забываем, что 95 окружный закон больше половины полномочий пересли в обществе. И учитывая то сокращение, которое нам пытаются сказать в течение нескольких дней на комиссиях, где сократили на 4 человека, там или на 3, я так не понял, то я так понимаю, что при большом сокращении полномочий сокращения в органах власти местного самостоятельства в городском услуге практически не произошло. Но на голосование вынесен только один вопрос по сокращению расходов на 7%. Второй вариант на голосование не выставлен. Несогласные депутаты в знак протеста покинули заседание. В итоге за столом осталось 8 из 15 народных избранников.